МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ Мы точно знаем, что даже на тех четырех площадках, которые мы обозначили как возможные для проведения нашего антикоммунистического митинга, не будет ничего. Ровным счетом не будет ничего. Власти цинично пренебрегают нормой закона, который требует, если какая-то площадка занята, предоставить другую. Они ничего не предоставили. Что мы можем сделать против этого беззакония? Да ровным счетом ничего. Потому что нас отправляют в таком случае в суд. Если мы напишем что-то там в прокуратуру, нас тоже отправят в суд. А кто сидит в суде, мы прекрасно видим, прекрасно знаем, что за люди находятся в российских судах. Это полностью деградированная как в нравственном, так и в профессиональном отношении среда. Здесь вообще не принято следовать норме закона, норме конституции. Здесь следует только воля начальства. И позвоночное право, над которым издевались публицисты 80-х годов, в Российской Федерации реализовано целиком и полностью. Только по звонку, по телефону решаются все вопросы, какие решения принимать в судах. Поэтому, конечно, ни в какие суды мы не пойдем, и нам некогда этим заниматься. У нас куча судов, связанных с преследованиями русских политических активистов. Новый суд против Владимира Васильевича Квачкова, суд против его соратника Юрия Екишева, суд против Кирилла Барабаша и его соратников. Представители коалиции Русский национальный фронт, как эксперты и как свидетели защиты, прибыли в Самару и выступили в суде. И здесь я пока не буду рассказывать о деталях этого судебного заседания, тем более, что целиком и полностью я его не видел. Мне пришлось как специалисту находиться в коридоре до тех пор, пока меня не пригласили для того, чтобы дать свои показания, дать свои оценки. Об этом я надеюсь сделать отдельный видеоролик на основе звукозаписи, который должны мне передать адвокаты, чтобы я смог свое собственное выступление и выступление Степана Сулакшина, тоже эксперта, который был приглашен стороной защиты, представить в деталях и прокомментировать. Это очень интересный материал. Скажу лишь, что во главе суда, это военный суд Самарской области, вроде люди военные, ну, настоящий черт сидел, просто вот такой, знаете, Азазелла из «Мастера и Маргариты», такой кубик Рубика такой, такой вот приземистый человечек с сильно помятым лицом и с покрашенными волосами, которые торчали во все стороны. И своим пристальным взглядом он побуравил экспертов и публику, которая там собралась, к сожалению, в небольшом количестве. Не знаю, что уж он хотел своим взглядом показать, что у него есть какая-то воля или он проникает в душу. Ну, мне это все было совершенно отвратительно. И поведение судей, и председателя суда, в особенности прокурора, которому, конечно, было совершенно наплевать на законность, справедливость, ему главное было исполнить свою роль в этом позорном спектакле. Но меня поразило еще и другое, не столько сам суд, сколько отсутствие в суде хотя бы даже бывших отставных военных, которые могли бы поддержать Владимира Васильевича, отсутствие представителей тех организаций, которые на словах вроде бы его поддерживают, может быть, даже посылают ему какие-то письма. Ну, нет никого, где все эти люди, куда они все подевались. Они все находятся на работе, то есть нет ни одного пенсионера, ни одного студента, ни одного человека, который мог бы отпроситься с работы. И нас, тех, кто прибыл, членов Русского национального фронта, пригласили дать пресс-конференцию. Мы внезапно для себя оказались в штабе местной ячейки КПРФ. Это, конечно, был просто какой-то сатанинский вертеп. Конечно, можно было развернуться и просто уйти, увидев эти огромные плакаты Ленина и Сталина во всю стену, от пола до потолка, увидев вывеску КПРФ с символикой тоже такой огромной, все эти красные флаги расставленные по углам. Но мне показалось, что все-таки пресс-конференцию проводить надо, и это как по молчаливому согласию было мнение всех, кто приехал из Москвы, членов штаба Русского национального фронта. Поэтому пресс-конференцию мы провели, видеоролик я выставил, постаравшись, чтобы в кадр попало как можно меньше вот этой мерзостной красноты. Я из всего этого делаю вывод, что, конечно, народ достоин той власти, которая над ним измывается. Но если говорить о народе, как о тех поколениях, которые живут сейчас, если в мозгу у людей до сих пор коммунизм, до сих пор Ленин со Сталином, до сих пор эти красные флаги, конечно, мы достойны только такого правительства, которое будет превращать нас всех в рабов. Надо сначала самим прекратить внутри себя, прекратить быть рабами у этих мерзостных доктрин, которые ломают наше мировоззрение и из русских людей нас превращают в советских или в россиян. Либерализм и коммунизм абсолютно неприемлемы для русского мировоззрения и отделяют нас от предшествующих поколений, которые не были ни тем, ни другим. Это страшный позор нынешних поколений, что они соглашаются быть рабами у олигархии, либо в виде советских, постсоветских людей, либо в виде россиян. Надо русскому человеку от всего этого освобождаться. Только два аспекта хотел осветить по этому поводу. Первый аспект нам говорят, ну как же, под красными флагами, ведь воевали же наши предки, действительно победили в страшной войне, и красный флаг взвился над Рейхстагом, поэтому мы и должны под этим красным флагом... Извините, я спрашиваю, а вы кто в сравнении с теми, кто под этим красным флагом штурмовал Рейхстаг? Вы-то что, тоже что-то штурмуете под красным флагом? Или вы просто морочите себе голову? Между делом, знамя победы – это знамя конкретного воинского подразделения, Идритской дивизии. Кто об этом не знает, может в этом убедиться, там в интернете, набрав соответствующие слова. Это не просто какая-то красная тряпка или большевистская символика. Это флаг воинского подразделения. А вы-то под чем воюете? Вы под флагом Советского Союза, который действительно отражал идеологию коммунизма, с этим серпом и молотом масонскими символами выраженной. Какая это символика? Причем здесь вообще русское мировоззрение. Да, были в прежние времена, времена достаточно отдаленные от современности, у русских красные флаги. Только красные флаги эти были со спасом, с ликом Христа. А этот флаг с масонской символикой, это самый настоящий сатанизм. Если вы его используете, значит вы уходите от русского предания, от русской символики, от русской традиции, к советской, абсолютно не русской и антирусской, большевистской. Большевизм был откровенно антирусским явлением. Второе, о чем говорят, ну как вот Сталин, это же просто вообще Господь Бог для всех коммунистов. И чем интересно он вот так велик, что им надо замещать Господа Бога. Много всяких глупостей говорят, много откровенной чуши, в особенности о войне. Все время говорят про 45-й год, забывая про 41-й, про 42-й, да даже и про 43-й и 44-й. Операции Багратиона очень долго убеждали Сталина в том, что надо нанести два удара, а не один, как он привык по своим глупостям времен гражданской войны. С трудом его уговорили, и только поэтому операция была успешна. А если бы не смогли уговорить, его генералы постоянно уговаривали, как надо действовать, он совершенно ничего не соображал в стратегии, и поэтому и победа-то у нас была с горьким привкусом, потому что были колоссальные потери, обусловленные именно дурью коммунистического руководства и лично товарища Сталина. Говорят, что вот Сталин был бессеребренник, вот у него его гардероб там составлял, всего там два пиджака, китель там и шинель. Ну, во-первых, откуда вы это знаете? Это вам в мозг вложили всю эту глупость? Ну, такой прям бессеребренник, вы как будто его гардероб знаете от и до. Ну, да, в музее, может быть, сохранилась там пара его одежек, но не хранят эти гардеробы именно для того, чтобы показать, сколько там было рубашек, сколько там было чего. Да и вообще, должно ли это нас интересовать? Нас же в данном случае должна интересовать общественная, социально-политическая роль, роль главы государства. Какова эта роль была? Это была роль совершенно последовательного марксиста, ленинца, русофоба, действующего по сценариям Троцкого, которые были записаны, реализованы были эти и трудовые армии, и гулаги, и все, что угодно, все, что делал Сталин, все было теоретически разработано Троцким. Поэтому, да, хотят противопоставить, да, они были конкурентами, зато кто же будет все это реализовывать. Ну, реализовал Сталин, Троцкому досталось по голове альпенштоком, так ему и надо, но могло бы случиться и наоборот, мог и Сталин получить альпенштоком. Нас представляют Сталина вот в виде такого вот этого колоссального портрета, который я увидел в Самаре, там эти лихо закрученные усы, гордый взор, гладкая кожа. На самом деле это был маленький, сгорбленный, сухорукий, рябой грузин. Который едва говорил по-русски и с трудом сдерживался от акцента, который все время у него вылезал. Это был человек абсолютно безграмотный, не имеющий никакого образования, там все время ссылаются на семинарию. Семинария была не верхом образования, тем более, что Сталин там и толком не учился, и не закончил семинарию. Говорят, вот он там с блеском закончил, ничего он не закончил, врать-то не надо. Но самое главное, вот именно этот довод, но он лично был вот такой, такой и такой-то, он был очень скромный человек. Извините, при тирании все подданные являются рабами. Зачем ему какие-то личные достояния, когда вся страна принадлежит ему лично, когда все граждане, включая тех подхалимов, которые вокруг него крутились, все являются рабами. О какой скромности можно говорить, если человек последовательно действовал таким образом, чтобы абсолютно все были рабами и поклонялись его богам коммунистическим и ему лично, как наместнику его коммунистических богов, вот этих усопших живодеров на земле. От сталинизма надо избавляться, так же, как и от ленинизма, от марксизма, вообще от всех левых иллюзий и идеологий. Не от социальной политики, почему-то решили, что социальная политика – это что-то такое левое. Да нет, социальная политика есть вообще в любой идеологической доктрине, она есть и в национализме, и разработана куда лучше, чем во всех социалистических учениях, потому что национализм рассматривает социальную политику как часть воспроизводства нации. Нация должна воспроизводиться, не обслуживать там интересы олигархии и одновременно выспрашивать у олигархии возможность повышения пенсии, зарплаты, всяких социальных пособий. Это, как называют теперь, позиции терпил. Вот весь социализм – это позиция при олигархии, при каких-то там тиранических, олигархических режимах. Национализм предполагает основополагающие идеологические принципы, которые воспроизводят нацию в целом, а не заботятся о каких-то там социально незащищённых слоях, и не клянчат каких-то там денег на образование, на здравоохранение, на пенсионеров, на студентов. Вот нет этого. Вот для того, чтобы всё государство работало на нацию, целиком на нацию, должна быть русская власть. И мы должны к этому стремиться. А теперь перейду к некоторым новостям. Все они не вызывают у нас восторга. Сколько нам стоит власть изменников и воров? Расходы федерального бюджета на 2017 год по разделу «Общегосударственные вопросы», куда входит обеспечение деятельности президента, правительства, губернаторов и других органов власти, в размере 1,2 триллиона рублей, стали намного больше, чем в месте взятые расходы на образование и здравоохранение. Около 1 триллиона рублей. Также следует уточнить, что в консолидированном бюджете ассигнования раздела «Общегосударственные вопросы» заложены в объёме 2 триллиона рублей. Почти 2 триллиона рублей. По подсчётам Форбс, самым дорогостоящим из трёх основных затрат на функционирование чиновников, то есть президента, губернаторов и правительства, является глава страны. На его содержание в наступившем 2017 году подразумевается 15 миллиардов рублей. На содержание президента России приходится 41 миллион рублей в день. 41 миллион рублей в день. Запомните эту цифру. Запомните и подумайте, кто нами правит. И сколько нам стоит эта воровская изменническая власть. За чиновниками следуют депутаты. Там тоже колоссальные зарплаты, колоссальные затраты на содержание вот этих тунеядцев, которые не делают ровным счётом ничего, кроме как нажимают на кнопочки, когда им говорят, что надо голосовать за, или на другую кнопочку, когда им говорят, что надо голосовать против. Это абсолютные марионетки, так называемые политические проститутки. Только их гонорар 800 тысяч рублей в месяц. У них такая зарплата. 800 тысяч рублей в месяц. Кроме того, как рассказал председатель Государственной Думы, отдельные депутаты месяцами не платят за коммунальные услуги в служебном жилье. А два или три бывших депутата до сих пор до настоящего времени не освободили служебных квартир. Ну, замечательный у нас слой депутатов образовался, таких захребетников и, ну уж просто, откровенного вария. Министерство юстиции Российской Федерации разработало проект, разрешающий за долги лишать граждан России единственного жилья. Под действием их законопроекта подпадают квартиры, чья общая площадь более чем в два раза превышает установленную норму в 14 квадратных метров на каждого члена семьи. Ну, достаточно крупные квартиры. Это, кстати, касается больше всего одиноких пенсионеров. Вот умер супруг, и норма жилья резко увеличилась на оставшегося живых супруга. И при этом доходы оказываются малы, а ЖКХ-то остается прежним. Ну, вот человека могут просто выселить из его квартиры. И в случае неуплаты по жилищно-коммунальным платежам квартира подлежит продаже, жильцы – выселению. При этом пресс-секретарь Путина Песков сказал, что законопроект является одним из рабочих предложений, который подлежит детальной проработке с точки зрения правоприменения. То есть не осуждается и не обсуждается вопрос, а зачем вообще это надо. А вот нужна проработка там, нужно чем-то там заниматься уточнениями. И он еще подчеркнул, что в этом вопросе предстоит собрать мнение многих сторон. Ну, какие есть там многие стороны. Есть одна сторона – варьё правительственное, и другая сторона – все остальные граждане России. Две стороны. Понятно, на какой стороне находятся Песков и его хозяин Путин. Как они нас грабят? Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев поддержал инициативу губернатора Владимирской области Светланы Орловой о том, что каждый найденный жителями гриб, ягода или орех должны приносить прибыль в местный бюджет. Эксперты Минсельхоза подсчитали уже, что только лицензирование владимирских грибников принесет в казну до 2 миллиардов рублей. Но на самом деле людям просто запретят ходить в лес и вообще касаться там чего-либо. У нас в отдаленных регионах, да и в центральных регионах многие живут от того, что может дать лес, потому что жить уже просто невозможно, заработать на жизни или получить такую пенсию или пособие для того, чтобы просто себя прокормить невозможно. Поэтому люди ходят в лес, ходят по грибы, по ягоды. Все это должно быть запрещено, это все должно быть лицензировано, после чего люди просто перестанут ходить в лес или их просто там станут ловить разного рода там проходимцы, национальная гвардия начнет охоту на людей, лишь бы заставить их платить в бюджет вот за эти самые лицензии. Заместитель руководителя пограничной службы ФСБ, генерал-полковник Козик, отвечает за охрану всей госграницы и по своей воле выгородил бесконечным забором и контрольно следовая полосой огромный участок леса со своей собственной дачей, где даже, как предполагают, можно отовариться так же, как в дьюти-фри. Объяснение этого безобразия абсурдно. Чиновники объявили, что генерал Козик обеспокоен, что животные выбегают на проселочную дорогу, поэтому построил этот забор. Специально для животных он развесил таблички об уголовной ответственности за пересечение границы, а также о минах, установленных для тех, кого здесь не ждут. Счетная палата России выявила многочисленные нарушения использования и учета государственного имущества. Одним из самых ярких фактов является официальное завышение стоимости памятника воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве. По данным реестра, его стоимость составляет 20 миллиардов рублей, что не соответствует акту о приемке-передаче объекта, согласно которому памятник стоит 20 миллионов рублей. Не миллиардов, а миллионов. В результате проверки выяснилось, что это не единичный случай. Установлено, что стоимость недвижимого имущества казны, учтенного в свободном балансе Росимущества по итогам 2014-2015 года, ежегодно завышалась на 80% от его совокупной стоимости. То есть, тотальное воровство. Разворованно записаны цифры в тысячу раз меньше. На 80% в целом. То есть, где-то украли, где-то не украли. В целом завысили стоимость на 80%. Ну, представляете, памятник стоит 20 миллионов рублей, а записывают 20 миллиардов. В расчете, что не заметят, ну какая разница, миллиарды, миллионы. Им, в общем-то, должно быть наплевать, из тех, кто просматривает эти документы. Ну, кому-то вот оказалось не наплевать, нам об этом сообщили. Что будет дальше? Я думаю, а ничего, накажут какого-нибудь стрелочника. Портал Life.ru сообщает о письме зампредправления банка Ротшильд Юроп. Меджер этого банка Клаус Макдональд написал помощнику президента Российской Федерации Андрею Белоусову письмо, в котором просит оказать содействие одному из проектов Роснано, которым руководит Анатолий Чубайс, всем известный ворюга, ворюга из ворюг. Судя по стилю письма, Макдональд и Белоусов хорошо знакомы. В начале письма Макдональд, осведомившись о здоровье Белоусова и поблагодарив его за хороший совет по делу компании «Аббот», которое в конечном итоге было успешно завершено, Макдональд пересказывает Белоусову историю и планы совместного проекта «Фицер» и «Новомедики», в которой 50% принадлежит Роснано, 50% американскому фонду «Домей Ассошейтед». Они хотят создать в Калужской области фармацевтическое предприятие. Уже такой опыт между делом имеется, и уголовное дело имеется. Только Роснано говорит, да нет, это не мы украли, это у нас украли. Вот я думаю, что еще раз хотят такую же операцию провести. Планируется к 2020 году, чтобы «Фицер» и «Новомедика» построят завод, где будут выпускать не менее 15 наименований препаратов от онкологических болезней, бактериальных и грибковых инфекций, ревматологических заболеваний, а также геморроя. Вот геморрой как раз у нас, по-моему, как раз от Роснано и Чубайса, а вот препараты от геморроя при таком геморрое уже не помогут никаким образом. В письме Клаус Макдональд пишет, «Мне очень бы хотелось понять, каков статус данного проекта и каковы возможные последствия для местных производителей в долгосрочной перспективе. При этом финансисты не настораживают, что у дочки Роснано нет собственных разработок, помещений, а только убытки в 2 миллиарда рублей и уголовное дело в отношении предшественника Чубайса Леонида Меломеда». И несколько мелких новостей. Украинским инспекторам разрешено посетить воинские формирования и части российской армии, дислоцированные на территории Ростовской области в период с 16 по 19 января текущего года. Об этом информирует Министерство обороны Российской Федерации. Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию, сообщил журналистом начальник Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности. По его словам, определенный Украиной указанный район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тысяч квадратных метров. Но это все равно, что американскую разведку пустить на те территории, где она соберет необходимые ей разведданные. Не является Российской Федерацией суверенной страной, и вот это событие подтверждает данный тезис. Закамское благочиние Русской Православной Церкви попросило руководству национального парка Нижняя Кама в набережных Челнах разрешение поставить возле родника у дома лесника православный крест. Как сообщали ранее челнинские СМИ, благочины основывают просьбу на том, что много лет назад на этом роднике стояла православная часовня, а серебряный крест лежал прямо в воде. Пока руководство парка окончательного решения по установке креста не приняло. У нас оказывается вот такой порядок, у нас разрешительный порядок. Можем разрешить, можем не разрешить. А мусульмане тут же объявили, что установка православного креста в общественных местах противоречит закону Татарстана о свободе совести и о религиозных объединениях. Вот так сталкивают православных с мусульманами. Есть такие управляемые мусульмане, которые считают, что ничего православного в православной русской стране не должно быть. Ну, видимо, и русского тоже не должно быть. В этом они заодно с ныне действующим, правящим олигархическим воровским режимом. В начале января 2017 года вступил в силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации об утверждении новых правил заготовки древесины. Самыми значимыми изменениями стали разрешение коммерческих рубок в лесах, где доля кедра составляет 44%. Не знаю, откуда эта цифра, но до этого разрешение касалось только территорий, где доля кедра не превышала 25%. То есть сейчас ценную древесину все на продажу. Все на продажу, лишь бы наполнить бюджет и карманы того варья, который воспользуется этим положением. И второе – это отсутствие в документе ограничений вырубки деревьев в местах обитания животных, занесенных в Красную книгу. Да черт с ними, с этими животными. Главное – прибыль. Главное – как-то преодолеть этот кризис и набить себе карманы. Да, в общем-то, и на кризис тоже наплевать. Да пусть все сдохнет здесь, пусть здесь будет пустыня, лишь бы олигархия нажилась как можно больше. Мы видим, что разнообразные ведомства стремятся только к одному – к тому, чтобы обескровить Россию, к тому, чтобы русского народа не стало, чтобы историческая Россия больше никогда не восстановилась. Это главная задача, которую решает Владимир Путин и вся его комарилия. А наша задача – задача русских людей, русского национального движения – отстранить этих людей от власти, утвердить русскую национальную власть. И русское национальное государство – мы об этом говорим постоянно и ждем в наших рядах, в русском движении новых сторонников. Ждем от них поддержки, делами, личным участием, какими-то средствами, которые мы сможем использовать для изготовления агитационной продукции, для ведения своих видеоблогов или организации видеостудий, для ведения наших и других информационных ресурсов. Мы ждем, самое дорогое для нас – это личное участие. Я понимаю, что страшно, люди боятся, посадят там. Ну, кто-то должен это делать, кто-то должен противостоять оккупантам. Мы будем проводить массовые акции, обязательно 1 мая проведем русскую весну, это традиционное шествие, и приглашаем на нее. Мы будем подавать заявки, которые будут посвящены столетию государственного переворота в феврале 1917 года, 1917 года, сто лет прошло, с момента, когда была разрушена традиционная русская государственность. К столетию так называемой Октябрьской революции, которую ползучим образом путинисты стремятся реабилитировать, и сказать, ну, это же наша история, вот историю надо уважать. Это чужая история, это история не русского народа, это история закулисных сил, которые русскую власть разрушили, и сегодня они находятся у власти, вот эти февралисты и октябристы, большевики самого разного ранга, уровня и имитационных идеологий, которые, в общем-то, для них нужны только, потому что они с их помощью морочат нам всем головы. Мы должны следовать русскому национальному мировоззрению, и только таким образом мы сможем прийти к положению, когда в русской стране управляют русские люди и утверждена русская национальная власть.